Мы продолжаем серию сюжетов о судьбах людей, чью жизнь искалечили наркотики. В исправительной колонии номер один отбывает срок 23-летний Глеб. Родом он из подмосковного Пушкина. Осужден на пять с половиной лет по 228 статье. Говорит, все началось с детства. Родители еще рано развелись. Отец злоупотреблял алкогольными напитками. Все неприятно было, скажем так. С матерью жил я до 14 лет. Когда мне исполнилось 14 лет, мать умерла. Переехал жить к отцу. На фоне того, что я становился как личность в это время, в связи с тяжелыми внутренними переживаниями, я больше тянулся не к отцу, которого условно 14 лет не видел, а к друзьям. И очень много времени проводил на улице. Глеб закончил художественную школу, но отец настаивал на профессии инженера. Конфликт обострялся. Потом отец умер. Сдерживающий фактор исчез. Глеб, уже студент технического вуза, стал прогуливать занятия, общаться с однокурсниками, у которых всегда водились деньги. Наверное, вот это вот влияние стало вторым шагом к тому, что я вообще скатился к наркотикам. Денежные проблемы подтолкнули к другому роковому шагу – закладкам. Через мессенджера получал место, в котором надо забрать определенный, скажем так, вес уже расфасованный. Мне надо было только все это дело разложить и, собственно, пожинать плоды, себе какую-то выгоду с этого получать. Так длилось несколько месяцев, а потом Глеба задержали оперативники. Около подъезда встретила оперативно-розыскная группа. И все? Да. Ну, как бы там все очень просто, банально. При себе ничего не было, было все дома. Ну, уже знали о том, что, уже не первый месяц знали о том, чем я занимаюсь. Как бы это, ну, я и не отнекивался. То есть я сразу все признания дал, потому что, ну, это просто было бы глупо вообще. Тогда парень не понимал, что путь закладок не способ прижить проблемы. Это заведомо проигрышная вообще ситуация. То есть как только человек начинает связываться с закладками и с наркотиками, особенно в наше время, когда все в камерах, все по телефону читается, это же, ну, это просто глупо. И на тот момент я этого не осознавал, как вообще у нас структуры работают, как вообще что-то, ну, просто глупость банальная. Это сейчас в колонии многие вещи из своей прошлой жизни Глеб называет глупостью. Находясь здесь, молодой мужчина многое понял и осознал. Я начал общаться с родственниками, что на самом деле очень, очень хорошо. Все вот эти вот, я понял, что все вот эти вот трудные ситуации, они семейные лузы очень сильно укрепляют. Вот, что все, от чего я пытался отдалиться вообще, оно на самом деле является, ну, основным в жизни. На воле Глеба ждет семья, жена с маленькой дочерью. На возвращение к родным он строит большие планы. Есть профессия, есть любимые. Крепнет надежда, что больше в его жизни никогда не будет никакого криминала. Руки я не опускаю вообще, то есть, для меня сейчас вот это вот время, которое я провожу здесь, я даже здесь его, ну, типа, зря не теряю, я работаю в художественной мастерской, пишу картины, то есть, продолжаю вот свое вот развитие в художественной сфере. И время очень хорошо и крепко подумать над какими-то целями в жизни.